Если вы нахмурясь выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денёк, пусть вас улыбнётся, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренёк. Два дня, почти 200 участников, более 500 творческих номеров. В Приморье впервые состоялись предварительное онлайн-прослушивание юных талантов в крупнейший театральный вуз России – ГИТИС. Это те ребята, которые хотят связать свою жизнь со сценой, оценивала начинающих артистов преподаватель актёрского факультета ГИТИСа Екатерина Николаева. По результатам испытаний самые достойные будут рекомендованы для поступления. Необычное мероприятие в актуальном онлайн-формате организовано в Приморье в рамках творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М», который позволяет юным и талантливым детям реализовать себя, не выходя из дома. Они могли попробовать свои силы, получить консультацию от опытного педагога, в том числе прошёл мастер-класс для них предварительно. Ребята очень активные, чему я очень рада. Вообще «Поколение М» – это уникальный такой проект, который позволяет, неважно, где ребёнок проживает, в какой бы он ни находился части страны, с помощью интернета развивать свой творческий потенциал. У Приморья богатые театральные традиции. Дальневосточная Академия Искусств много лет готовит успешных актёров театра и кино. Многих из них знает вся страна – Александр Михайлов, Семён Строгачёв, Юрий Кузнецов. И, конечно, в нашем крае много юных артистов, достойных учиться в крупнейшем театральном вузе России. Но Сыч, вот из певцов певец, его брать должно в образец, кричит безумолку, прекрасно. Скажу пред вами беспристрастно, что нет здесь равного Сычу, зато я сам его учу. ГИТИС – это самый крупный театральный университет в нашей стране. Это результат, качество образования, это знаменитые педагоги и шанс на успешную карьеру. Платформа «Поколение М» даёт возможность в любое время проявить свой творческий потенциал и стать участником этого проекта. Прослушивание – это как некая точка входа для возможности поступления. Но если вы хотите просто развить какие-то творческие моменты, просто, например, прослушать курс по рисованию мультика, или по дизайну одежды, или ещё чего-то, такая возможность есть. Также важно отметить, что баллы, которые дети зарабатывают за участие в конкурсах, мы направляем на благотворительность. Таким образом, ребёнок проявляет свою социальную ответственность. То есть помимо личного профита, который он получает, у него есть также возможность помочь больным детям через этот сайт. То есть они зарабатывают баллы, которые конвертируют компанию МТС в рубли и направляют на здоровье конкретных детей. И улыбка без сомнения вдруг коснётся ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Олег Завьялов, Ирина Шилина, Игорь Болтов. Новости на восьмом.